Всем привет! Я доктор Евгений. Сейчас покажу, как можно протестировать колено в круг, то есть понять, какие мышцы тянут хорошо, какие не дотягивают, какие перетягивают. Тем самым, восстановив этот баланс, мы улучшим положение колена и можем устранить таким образом боль, которая возникает при движении в покое с утра, при ходьбе, при длительном сидении, при лежании. Поехали! ПОДКОЛЕННОЙ МЫШЦЫ Начнем с тестирования икроножной мышцы и подколенной мышцы. У меня есть целое видео, вот оно здесь по ссылке, где я подробно об этом рассказываю. Но я сейчас показываю, как его протестировать. Для тестирования икроножной мышцы сгибаем ногу, стопор ослабили, крабик за пятку и просим пяткой тянуться к ягодице. Тянетесь. Отлично. Работает. Также можно по порциям икру проверить. Если мы носок вовнутрь завернем, это больше медиальная порция. К себе. Отлично. Если мы стопу наружу развернем. К себе. Отлично. Если мы проверим на норму тоничность. К себе тянем. Отлично. То есть икроножная у нас адекватная мышца. Как раз таки она крепится к бедренной кости и тем самым стабилизирует колено с задней части. То есть работает. Проверяем дальше. Подколенные мышцы. Для подколенной мышцы оставляем позицию ноги в этом же положении. Только носок тянем на себя и вовнутрь. И просим стопой давить вовнутрь. Давите. Отлично. То есть тонус в порядке. Если мы проберемся к подколенной области и сделаем ингибицию нейромышечным веретина. Снова просим давить вовнутрь. Адекватная. То есть у нас икроножная и подколенные мышцы удерживают колено в стабильном положении. Давайте проверим дальше. Четырехглавую мышцу бедра. Тестирование четырехглавой мышцы бедра. Начнем с тестирования прямой мышцы бедра. Для этого прямую ногу удерживаем здесь. И просим прямой ногой давить вверх. Давите, давите, давите. Отлично. Ингибируем нейромышечное веретено. Вверх давим. Давим, давим, давим. Отлично. То есть мышца тонизирована. Для проверки квадрицепса как такового нужно сделать следующее. Нужно согнуть обе ноги. Сгибайте. И сделать вот такой вот рычаг. То есть свою же руку вы подкладываете в подколенную область тестируемой ноги. Вторая рука стоит на колене. То есть вот таким образом. То есть дополнительный рычаг. И из этой позиции просим разгибать голень тестируемой ноги. Удерживаем. Разгибайте. Отлично. То есть квадрицепс в целом работает адекватно. Но мы можем попортим его протестировать. Мы сейчас будем акцент делать на тест медиальной широкой мышцы бедра. Вот этой капельки. Давим. Разгибайте. Отлично. Если мы сделаем внутреннюю ротацию. Давим назад. Отлично. То есть еще раз. Вот это будет у нас наружная ротация бедра. Вот это будет внутренняя ротация бедра. При этом голень уходит вовнутрь при наружной ротации бедра. И голень уходит наружу при внутренней ротации бедра. Не запутайтесь. Удерживайте. Еще раз вверх. Давим. Отлично. Проверка на нормотоничность та же самая. Если мы капельку ущипнем. Давим. Отлично. То есть это у нас была нормотония медиальной широкой мышцы бедра. Удерживайте. Так. Если мы здесь ущипнем. Верхняя. Это у нас нормотония латеральной мышцы бедра. Соответственно у нас сейчас икроножная, подколенная. И четырехглавы мышцы бедра работают в нормотонусе. Проверим. Заднее теперь бедро. Это бицепс бедра и полуперепончатая с полусухожильной. И ягодицу. Но перед этим проверим напрягатель широкой фасции. Так как она вплетается в широкую фасцию бедра и стабилизирует колено с наружной стороны. Тестирование напрягателя широкой фасции. Это сгибание, отведение, внутренняя ротация. И просим бедром давить вверх и наружу. Давите. Ага. У нас здесь гипотония сразу. Запомнили. ТФЛ в гипотонии. Ну а как же без партняжной мышцы? Она же идет. Так же и стабилизирует медиальную поверхность колена. Давайте ее протестируем. Один из вариантов теста сейчас покажу. Это надо ногу согнуть, вовнутрь завернуть. И задача получается пациента бедро тянуть к себе и вовнутрь делать вот это движение. А мы делаем все наоборот. Мы получается и стараемся на сгибание бедро выводить. И в то же время еще делать ротацию. То есть получается вот это вот сдвоенное движение. Поэтому давайте попробуем. Удерживаем. И к себе вовнутрь. Все отлично. Один из вариантов тестирования партняжной мышцы сейчас показал нам тонус. Мы попробуем вывести ее в гипотонию. Тем самым ингибируя нейромышленную веретину. И проверим. Вовнутрь. Все отлично. Мышца гипотоничная. Соответственно, значит она работает нормально. Теперь перейдем к заднему бедру и к большой ягодице. Пациент перевернулся. Теперь у нас заднее бедро находится с другой стороны. И вообще колено тестируемое здесь. Тестировать удобнее конечно с этой стороны. Но покажу я для наглядности. Согните. И можем сразу по порциям протестировать заднее бедро. Если мы уводим получается бедро в наружную ротацию. То мы акцент даем на внутреннюю поверхность бедра. Соответственно, там у нас находятся полуперепончатые и полусухожильные мышцы. И просим колено сгибать. Сгибайте. Отлично. То есть у нас тут гипотония. В группе полуперепончатые и полусухожильные. А если мы попросим согнуть колено и сделать внутреннюю ротацию бедра. Тем самым акцент переводим на бицепс бедра. К себе. Отлично. А в бицепсе у нас тонус. Проверим его на нормотоничность. Держите. Чуть ниже колено. К себе. Отлично. Интересно. Он у нас в нормотонии. То есть гипотоничная группа. Полуперепончатая и полусухожильная. И ТФЛ. Осталась большая ягодичная мышца. Проверим ее в общем как группу. То есть нам надо согнуть колено. И буквально градусов на 10 отвести бедро в сторону. Просим приподнять. Удерживайте здесь. При этом просите поясницу не прогибать. То есть лобком упереться в пол, в кушетку. Устанавливаем перпендикуляр. И вверх ногой давите. Вверх. Отлично. То есть показал тонус. Расслабьтесь. И сейчас проверим на нормотонии. Удерживайте. И давим вверх. Нормотония. То есть сейчас мы получаем нормотоничные мышцы все. Кроме полуперепончатой полусухожильника групп. И напрягатель широкой фасции бедра. Сейчас задача их полечить и вытащить их в тонус. Для того, чтобы колено более стабильно было. Давайте представим. Если все-таки у нас гипотония с этой стороны. То есть у нас колено не дотягивается с этой области. И с этой области тонус перетягивается. Значит здесь перетягивает. Голень естественным образом будет уходить к наружу. Вот. При этом при всем еще напрягатель широкой фасции у нас не дотягивает. Значит у нас будет перетягивать большая ягодица. И при этом стабилизировать колено. Снаружи будет сильнее именно через нее ягодица. Соответственно она еще больше будет тянуть голень к наружу. То есть исходно сейчас можно предположить. Что голень в позиции находится больше наружного вращения. От этого могут быть натянуты излишние крестообразные связки. И болеть колено больше в внутренней ее стороне. Соответственно можно предположить. Что имеется избыточное напряжение и натяжение на медиальный мениск. Давайте восстановим эти две неработающие мышцы. И посмотрим как работать будет у нас колено после этого. Может какие-то мышцы вылетят. Так что лечим эти две путем банального глубокого массажа. И снова перепроверим колено. Пока пациент у нас находится в этом положении. Чаще всего в полуперепончатой полусухожильной возникают межфасциальные какие-то трения. И это может повлиять на их качество движения друг относительно друга. То есть могут сформироваться определенные фиброзирования, мелкие спайки. Их устранять очень легко. Мы примерно находим толщу мышцы. То есть если мы найдем седалищный бугор, куда крепятся эти мышцы. И медиальному мышелку бедра. Если мы соединим как раз таки линию крепления к седалищному бугру и к медиальному мышелку. То где-то ближе к центру как раз таки будут толще этих двух мышц. Нам что нужно сделать? Мягкий локоть свой поставить в эту область. И просить пациента сгибать и разгибать бедро. Вы можете почувствовать где-то в процессе, что боль появляется. А когда она исчезнет, то мы можем говорить, что техника закончена. Все, опускайте ногу. Где-то в конце было больно. Давайте сразу протестируем. Согнуть. Внутренняя ротация. И к себе тянетесь. Отлично. Тонус появился. Удерживайте. К себе. Пока сейчас мышца показывает нормотонию. Напрягатель широкой фасции. Лягте на правый бок. То есть если мы от вертела до крыла подвздошной кости проведем линию прямую по средней подмышечной линии. И просто получается ладонь откинем во внутреннюю сторону. Это будет напрягатель широкой фасции. Если в наружную сторону, то это будет средняя ягодица. То есть ТФЛ, именно напрягатель широкой фасции, у нас будет располагаться вот здесь. Очень легко ее обнаружить, когда совершается какое-то движение. То есть если мы попросим ногу чуть вперед выдвинуть и приподнять ногу, она сразу тут же обозначается. Промассируем глубоко места крепления этой мышцы. К местам крепления именно к большому вертелу. Здесь как? Терпимо? Да, терпимо. И место крепления ее к тазу. То есть где-то найти эту точку здесь. И просто демонстрационно больно помассировать. Боль? Все еще? Все отлично. Переворачивайтесь на спину. Сразу протестируем ее на тонизацию. Как она себя ведет. Согнуть, отвести внутреннее вращение. Давите вверх и в сторону. Давите. Отлично. То есть тонус у нас получился. И теперь мы можем говорить о том, что колено натянуто более стабильно. Но так как оно сейчас натянулось и возможно поменяло положение, то есть голень конкретно мы про большеберцовую кость говорим, то надо протестировать заново все мышцы. Возможно какие-то стали гипертоничны, возможно какие-то вышли из строя, а может быть все в нормотонусе. То есть этот момент обязательно нужно проверять. Поехали. Начнем с экранужной мышцы. Пятый к себе. Отлично. Если мы ингибируем, вовнутрь. Отлично. То есть нормотонус сохраняется. Проверим сразу по порциям. Икроножку. Пяткой к себе. Медиальная порция работает. Проверяем на нормотонус ее. Отлично. Кнаружи стопу. Латеральную головку. К себе. Отлично. Проверяем на нормотонус ее. Работает. Стопа вовнутрь. Проверяем подколенную. Вовнутрь стопой. Отлично. Проверяем на нормотонус ее. К себе. Замечательно. Икроножная и подколенная у нас нормотонию сохраняют. Поехали, переднее бедро. Прямая нога, держите, вверх давите. Тонус, вверх давите. Нормотония. Проверим квадрицепс, медиальную и латеральную головки. Сгибайте ноги, обе. Наружное вращение, проверяем медиальную головку, вверх давите. Отлично, ингибируем, вверх давим. Замечательно. Тонизация сохраняется, удерживаем, вверх давим. Отлично, латеральная головка, ингибиция, вверх давим. Отлично. И тонизировано у нас получается и бедро. То есть ТФЛ работает, бедро работает, икра работает, подколено работает. Проверим теперь портняшную мышцу. Согнуть внутрь и к себе и вовнутрь получается. К себе и вовнутрь. Работает. К себе и вовнутрь. Отлично, тонизировано. Проверим заднее бедро. Проверяем бицепс бедра. То есть надо согнуть ногу и ее сделать в сторону, именно внутреннее вращение бедра. И к себе тянетесь. К себе, к себе, к себе, к себе. Ага, теперь у нас бицепс бедра стал гипотоничный вот и вам ответ да что обязательно нужно в круг все мышцы проверять потому что заработала одна какая-то может быть сказала уж наконец-то ты поработай я отдохну с бицепсом также бывают склейки именно фасциальные между двумя головками этой мышцы также мы находим места крепления делаем ориентир ближе к центру вот здесь как раз таки чаще всего короткой с длинной головкой расходятся и мы можем просто их про массировать также попросить по сгибайте по разгибайте расслабьтесь и протестируем вообще мы там или нет к себе отлично ну и проверим полуперепончатую полусухожильную после этого к себе отлично все работает по-хорошему теперь после активации еще и бицепса бедра надо опять все мышцы протестировать возможно кто-то еще слетел до тех пор пока вы не убедитесь в том что все мышцы имеют достаточно хороший плотный тонус и все они будут стабилизировать колено как в движении так и в статике вот примерный план для того чтобы вы начали работать поэтому кому понравилось ставьте большие пальцы комментируйте если есть какие-то вопросы касательно колена где-то какие-то если возникли расхождения где-то вы по-другому тестируете поделитесь эти видео с тем кто практикует и работает и пользуйтесь